...механической желтухи, что тоже не есть хорошо. Поэтому желчегонные препараты при желчно-каменной болезни... Прошу обратить внимание, у нас есть группа препаратов желчеобразующих и желчегонных. Я сейчас говорю про желчегонный препарат. Масло в каше, любое мясо, любой растительный жир в салате. Но этим может вызвать у человека движение этого камня. То есть тут гарантии никто дать не может. Но тем не менее, если такая ситуация присутствует... Обязательно, чтобы человек имел при себе спазмолитики на всякий случай. Потому что это всегда сопряжено с болью. И оценить состояние, что будет с этими камнями. Тут очень много факторов, когда можно сказать. Есть смысл их, ну так скажем, растворять. Ну или с ними ничего не произойдет. Но тем не менее, я еще раз подчеркиваю. Это для желчного пузыря. Потому что чаще всего в желчном пузыре... Вот я сказала, да, 5 лет нужно для того, чтобы этот камень образовался. УЗИ увидела закальцинированный камень. Но точно УЗИ не увидит камни в мелких протоках печени. А они там есть. То есть в желчном пузыре это уже последний этап, так скажем. Начало все начинается на мембране самой клетки. На вот этой дольке. Тогда, когда долька... Чтобы вы себе правильно представили. Если желчь текучая, из мембраны клетки хорошо оттекает жидкая желчь. Все хорошо. Но как только она превратилась в пластилин, она оттекать не будет. Блокируются кукверовские клетки, которые занимаются детоксикацией. Ну и по сути дела процесс печени ухудшается во всех отношениях. Поэтому если даже желчный пузырь предстоит удалять, нужно подумать про то, чтобы восстановить функцию самой печени. Если над этим не работать, понимаете, ничего не меняется. Печень продолжает синтезировать неправильную желчь. Ну и постхолицитический синдром никто не отменял. Это проблема, которая точно является проблемой. Потому что выброс вот этих полутора литров желчи, которые вырабатывает печень в течение суток, в норме она загустевает в желчном пузыре до 40-50 мл. Понимаете, а полтора литра постоянно ежеминутно стекает в 12-перстную кишку. Это всегда раздражение, это всегда боль бит. Это есть статистика. До 80% пациентов, которым удаляли желчный пузырь, это потом пациенты-онкологов. И в данном случае, ну вот как-то так. Я, например, сторонник все-таки сохраняющих подходов в этом случае. У меня в последнее время так случилось. Ну, благодаря все-таки информации, которая есть, у меня есть ряд молодых ребят, которые приходят сейчас с камнями в желчном пузыре. 28 лет, 30 лет. Один был, которому уже удалили 4 года назад желчный пузырь. И сегодня проблем не меньше. Спрашиваю, скажи, пожалуйста, какая была необходимость? Ну, вот я был в тренажерном зале, то есть мальчик занимается спортом усердно. Прошу подчеркиваю, не физкультура, да, а усердно занимается. И появилась боль в правом потребении. Пошел, сделал УЗИ, тоже на операционный стол. Хотя, он говорит, в руках все это дело рассыпалось. То есть, понимаете, не оправданно в данном случае, без всякого альтернативного лечения и подхода, понимаете, убрать желчный пузырь, вот, а дальше как? Наверное, этот орган, ну, не наверное, а точно он для чего-то нужен, правда? Вот, поэтому оценить состояние, что будет с этими камнями, нужно подумать еще и про то, что печень проблемная и ее функционирование остается тоже проблемным. Это не значит, что удалили желчный пузырь, проблему решили. Проблема будет другая и не меньше. То есть, как это выглядит? Удаление желчного пузыря и камней в нем не способствует увеличению тока желчи, поскольку каналы печени остаются забитыми. Операция лишает организм насоса, прокачивающего желчь. То теперь вся желчь непрерывно и бесконтрольно стекает в кишечник, что осложняет процесс пищеварения, особенно жиров. А камни продолжают образовываться в протоках печени. Другой способ – растворение камней и дробление ультразвуком – литотрексия. Но вероятность образования новых камней остается точно так же высокой. Но ни одна из вышеперечисленных процедур не устраняет первопричину желчнокаменной болезни. Кратковременное облегчение после операции заставляет думать пациента, что он здоров, но это заблуждение. На самом деле ухудшение секреции желчи может стать причиной гораздо более серьезных проблем. Использование для очищения печени продуктов НСП. Продолжение следует...